Даже не вегетарианцам иногда хочется внести разнообразие в меню и исключить мясо. Согласны? Чудесную альтернативу привычным бургерам хочу как раз предложить. Попробуйте, вам может понравиться. Если вы раздумываете, как приготовить бургер с котлетой без мяса, то у меня для вас классная идея. Традиционную говядину можно смело заменить фасолью. Да, да, именно бобовые. Прекрасный вариант основы для котлетки. А если учесть, что фасоль консервированная, но блюдо становится не только интересным и вкусным, но и весьма простым, для перекуса дома или на пикнике будет очень здорово, так что рекомендую на заметку. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Фасоль промойте под проточной водой и обсушите. 2. В глубокой мисочке соедините фасоль, тертый сыр, взбитые яйца. 3. Добавьте сок лимона, горчицу, измельченную зелень, соль, перец по вкусу. 4. Всыпьте панировочные сухари и как следует перемешайте. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Из полученной массы сформируйте 4 котлетки, выложите их на сковороду с разогретым маслом и обжарьте на среднем огне до румяности. 6. После отправьте в разогретую до 180 градусов духовку еще минут на 10. 7. Готовые котлетки выложите на булочки, добавьте лист салата и ломтик помидора, сбрызните бальзамиком, накройте второй половиной булочки и подавайте к столу. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Обещанный список ингредиентов. Булочки, 4 штуки, для бургера. Помидор, 1 штука. Листья салата, 4 штуки. Консервированная фасоль, 500 грамм. Яйцо, 2 штуки. Сыр, 50 грамм. Панировочные сухари, половина 3-4 стакана. Оливковое масло, 2 столовые ложки. Горчица, 1 столовая ложка. Сок лимона, 1 столовая ложка. Соль, перец, зелень, бальзамик. По вкусу, количество порций, 4. Не пропустите самые вкусные. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного приготовления, приятного аппетита. Жду вас снова.